Здравствуйте, добрый день, Татьяна Викторовна, добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Журова Инна Александровна, я учитель-логопед высшей квалификационной категории и по совместительству являюсь медиатором службы примирения. Сегодня мы с вами поговорим о разрешении конфликта в образовательных учреждениях. Все мы прекрасно знаем, что школа — это целый мир, своеобразная модель социума, где собрались несколько сотен детей, несколько десятков учителей. И здесь же еще родители учеников, их законные представители. Этот мир ограничен пределами школьных стен и периметром двора. Все люди, которые собрались внутри этих границ, очень разные по характеру, темпераменту, возрасту, воспитанию, общественному положению. Каждый из них имеет свое мировоззрение, в соответствии с которым поступает, и который готов отстаивать со всем возможным упорством. Эти люди находятся рядом друг с другом по 4-8 часов в день, постоянно общаясь между собой. Одни успешно взаимодействуют, другие вступают в конфронтацию. Можно ли в таких условиях совсем обойтись без конфликтов? Наверное, да, но это уже будет что-то из разряда утопии. А поскольку Томаса Мором никто из нас себя не считает, давайте будем более реалистичными и для начала честно признаем проблему. А затем обсудим один из способов ее решения – это служба медиации. Итак, школьные конфликты неизбежны. В них бывают вовлечены учителя, ученики и их родители. Конфликты могут быть самыми разными. От легких ссор на несколько минут до серьезных проблем типа буллинга продолжительностью не один месяц. Главное – научиться выходить из конфликтов с наименьшими потерями для всех сторон. Обычно какие способы реагирования на конфликты чаще всего применяются? Давайте порассуждаем на эту тему. Административные, то есть наказание или угроза наказания. Что еще может быть? Направление к психологу или социальному педагогу. А также порой встречаются и деструктивные. Какие? Травля, буллинг, изгнание из класса или из школы. Да-да-да, все верно. Что еще может быть? Давление. В том числе в родительских чатах. Я думаю, что вы часто сталкиваетесь с этой ситуацией. Манипуляции и тому подобное. Так называемые стрелки среди подростков. Либо замалчивание. В этих способах либо не происходит полного решения конфликта, удовлетворяющего всех участников, либо решение конфликта находит не его участники, а кто-то за них. В результате школьники не осваивают конструктивные способы разрешения конфликтных ситуаций, и потому в школе и в дальнейшем жизни они часто необоснованно применяют силу. Или становятся жертвами агрессивно настроенных людей. Все эти проблемы осложняют работу школы и педагогов и ставят в условии необходимости чего? Поиска эффективных способов снижения негативного влияния социума, формирование новой системы работы по профилактике негативных социальных явлений, и необходимости снижать риски повторных конфликтов, решать проблему буллинга, устранять причину суицидальности. Конфликт может быть решен его непосредственными участниками, поскольку только они смогут найти лучшее решение. И если они приняли на себя ответственность за решение, то наверняка его выполнят и больше не попадут в подобную ситуацию. Иногда для решения спора без третьей стороны не обойтись. И здесь речь идет о восстановительном подходе. Восстановительные отношения будут направлены на исцеление причиненной боли и заглаживание вреда, но они также позволяют увидеть другого человека в совершенно новом свете, благодаря тому, что люди во время восстановительной работы делятся друг с другом важным для них. Восстановительная культура приводит к позитивным отношениям в сообществе. Классические случаи из судебной практики. Выслушав по очереди каждого из участников конфликта, судья выносит свое решение, которое даже если и является абсолютно беспристрастным, вряд ли кажется всем сторонам справедливым. А иначе откуда бы тогда взялось только апелляции, да? И это что делает? И это порождает новый виток проблем. И вот тут на помощь приходит третья сторона. Нейтральное лицо, называют его медиатор. От латинского посредничества. Но восстановительный подход – это не третейский суд. Главное отличие в том, что третья сторона – это медиатор. Ни в коем случае не считает себя выше спорящих. Не навязывает им свое мнение. Не подталкивает ни к какому решению. Он как бы модерирует ситуацию. То есть просто держит конфликтующие стороны в определенных границах, не позволяя им оскорблять друг друга. Переходить на личности, уходить в сторону от обсуждения спорного вопроса или ущемлять интересы кого-либо из участников. Обидчик обязательно должен компенсировать нанесенный им ущерб. Суть процесса медиации в том, что спорщики сами должны прийти к оптимальному решению, которое в равной степени устроит обе стороны, которое будет понятно всем участникам, а договоренности будут ими неукоснительно соблюдаться. Это тоже важный момент. И в этом не будет никакого внутреннего конфликта, потому что решение спорщики выработали сами. Они понимают его от и до, согласно с его сутью. Поэтому часто службу медиации в школе называют еще и службу примирения. Для поддержки восстановительного подхода в образовательном учреждении организуются школьные службы примирения. И давайте с вами разберемся, что же такое служба примирения. Школьная служба примирения – это прежде всего команда единомышленников, взрослых, детей, которая решает возникшие в школе конфликты или противоречия через восстановительную программу, а также распространяет в школе восстановительную культуру. Конечно, данная команда должна быть оформлена, чтобы люди понимали рамки своей работы. Так, поговорим. Но дело в том, что форма может быть разной. Методическое объединение, клуб, подразделение в структуре, команда в рамках школьного самоуправления и прочее. При этом рекомендуется, чтобы число отчетных бумаг в школьной службе примирения было минимальным. А главное оставалось содержание работы и помощь в школе. Пакет типовых документов можно найти на сайте Антона Коновалова. Мы проходили обучение у него. Итак, это вот его сайт. Он так и называется – «Школьная служба примирения». Ссылка на сайт перед вами на экране. Служба примирения создается добровольно. С одной стороны, сложно обойтись без какого-либо административного ресурса, который создает условия, подбадривает, рекомендует. Но если школа категорически против, либо в школе нет человека, поддерживающего восстановительные принципы. Опять же, вы понимаете, медиатор – это нейтральная сторона. Я буду об этом тоже говорить. Все. Давайте, пожалуйста, минуточку внимания. Хорошо, чтобы более стало все понятно. Итак, служба создается добровольно, но, конечно же, нужен будет административный ресурс, который создает условия, подбадривает и рекомендует. Но если школа категорически против, либо в школе нет человека, который поддерживает восстановительные принципы, то вынуждать такую школу создавать службу примирения бессмысленно и не нужно, пока не изменятся условия. И, уважаемые участники, предупреждаю, вопросы. Я сертифицированный специалист. Мы проходили обучение. Мы реализуем школьную службу примирения в рамках выигранного проекта. Мы участвовали в конкурсе проектов и его выиграли. Поэтому у нас она реализуется. Я вам рассказываю об этом, исходя из того опыта, который я имею. Обучение мы проходили конкретно у автора школьного службы примирения Антона Коновалова. Итак, восстановительная медиация в образовательной сфере в форме школьных служб примирения, направленных на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу с правонарушениями несовершеннолетних, развивается в России с 2000 года. Первая медиация, которая проведена школьниками-медиаторами, прошла 16 декабря 2001 года в школе номер 464 города Москвы. И эту дату можно считать началом деятельности школьных служб примирения в России. Уже реализация, а началом разработки это 2000 год. В 2010 году фондом защиты детей от жестокого обращения школьные службы примирения были внесены в лучшие практики деятельности по защите прав ребенка. В 2012 году задача создания школьных служб примирения вошла в национальную стратегию действий в интересах детей на 2012-2017 годы. В 2020 году Минпросвещение направил в регионы методические рекомендации по развитию, здесь все-таки больше, конечно же, касается, извините, что отвлекаюсь, все-таки больше школ. Будем разговаривать о медиации. Опять же, в более старшей подготовительной группе можно организовать тоже службу примирения, но здесь все-таки нагрузка будет не на детей, а на педагогов. То есть вы можете использовать, конечно же, эту информацию и в дошкольных образовательных учреждениях. Итак, служба примирения стремится, чтобы максимальное количество ситуаций решались на программах примирения, и чтобы сторонам конфликта в первую очередь была предложена самим найти решение ситуации. Какова же цель школьной службы примирения? Это развитие в образовательных учреждениях восстановительного подхода, восстановительного способа реагирования на конфликты и правонарушения. Какие же функции у службы примирения? Первая, конечно же, функция, самое главное, это восстановительная функция службы. Служба примирения способствует чему? Восстановлению пострадавшего, то есть нормализации его состояния и отношения к нему в классе. Если класс к нему плохо относится, возмещение причиненного ему вреда и так далее. Также способствует восстановлению обидчиков в сообществе, то есть прекращение его клеймения. При негативном отношении к правонарушению, а не к самому обидчику, служба примирения поддерживает действия обидчика, направленные на исправление причиненного вреда. Служба помогает налаживанию отношений подросткам с родителями, педагогами, уважаемыми взрослыми, ровесниками, поскольку зачастую в результате конфликта и правонарушения отношения разрываются, и подросток оказывается, скажем так, выброшенным из общества. Кроме того, способствует восстановлению отношений между обидчиком и пострадавшим. Не обязательно между ними установятся дружеские отношения, хотя и такое, конечно же, случается, но важно, чтобы поддерживались отношения без подозрительности, вражды, извините, отчужденности, без припоминания конфликта. Также способствует нормализация отношений в школьном сообществе, то есть что? Прекращение слухов, неприязни, недоверия, взаимных упреков и припоминаний прошлых обид. Следующая функция – это образовательная. Компетенция, приобретаемая детьми в школьных службах примирения, уникальна. Ни один тренинг по толерантности или навыкам общения не может сравниться с участием в разрешении конфликта с верстником, то есть в реальной, значимой для него и других ситуации, где обе стороны считают себя правыми, и надо помочь им самим найти этот выход. Участники конфликта получают опыт новой конструктивной коммуникации, которая может оказаться полезной для их дальнейшей жизни. Службу примирения можно рассматривать и как повышение квалификации педагогов через освоение ими способов конструктивной коммуникации, умение управлять конфликтами и использовать их в воспитательных целях через организацию и поддержку детских сообществ. И здесь как раз-таки все эти знания пригодятся и воспитателям, и другим специалистам, которые работают не только в школе, но и в дошкольных образовательных учреждениях. Следующая функция – это воспитательная функция службы. Школы могут оказаться теми важнейшими местами, где хранятся и передаются важнейшие ценности и принципы человеческих отношений, как загладить причиненный вред, как уважительно относиться друг к другу, как проявлять эмпатию, сострадание, как быть честным и как разрешать конфликты. Следующая функция – это профилактическая функция. Служба примирения, используя восстановительные программы, не дает конфликту перейти в острую фазу, разрастись и вовлечь в него новых участников. Получая обратную связь о последствиях своих действий и реакцию на это других, ребенок учится предвидеть последствия слов, поступков и корректировать их. Создание в школе собственной службы примирения – очень серьезный вопрос, который не терпит формального к себе отношения. Любой перекос или несоблюдение каких-либо нюансов способны полностью исказить дух и букву самой идеи о медиации. Какова же структура службы примирения? Итак, в активно действующую школьную службу примирения входит один или несколько кураторов – это руководитель, руководители, а также до десяти школьников-волонтеров, медиаторов-провестников старших классов, поскольку у них лучше взаимопонимание со сверстниками. Куратор – это человек, который создает службу примирения, пользуется доверием учеников, готовый не менее одного учебного года управлять процессом становления службы. Именно к куратору в школе стекается информация о конфликтах. Куратор обязательно проходит подготовку в качестве медиатора. Как минимум, это базовый курс по восстановительной медиации. Вот то, о чем я вам как раз говорила, что мы проходили обучение. В своей деятельности руководствуются ценностями и стандартами восстановительной медиации. И при этом, и при работе со сложными случаями сам проводят медиацию. Или вместе с медиаторами-школьниками. Все участники школьной службы примирения отбираются и также проходят обучение. Всю актуальную информацию о возможностях выезда специалистов для вашего обучения вы можете, опять же, найти на сайте Антона Коновалова. Ссылку на его сайт я ранее вам давала, показывала. Для удобства презентацию можно скачать, чтобы вам потом было проще найти. Либо вбивайте в поисковике того браузера, который у вас есть, школьная служба медиации или сайт Антона Коновалова. Вам сразу же здесь все это выдаст. Отношения в команде должны быть не вертикальными по типу начальник-подчиненный, а горизонтальными, как сообщество людей, которые заинтересованы в решении проблемы. Поскольку именно в сообществах, захваченных идеей волонтеров, рождались многие инновационные проекты. Участники берут на себя ответственность за реализацию тех или иных направлений. Нормально работающая, то есть активная служба примирения использует широкий спектр восстановительных программ. Итак, то есть сейчас я уже буду говорить о программах, которые реализует школьная служба примирения. Ну или не школьная, если не в школе образуется. Итак, первая программа, о которой я скажу, это круг ответственности. Первичная профилактика, когда явного конфликта нет, но есть риск его возникновения в дальнейшем. Например, при слиянии двух классов в один с родителями первоклассников, с детьми и их родителями при переходе в среднюю школу и так далее. Либо когда школьниками, либо и или родителями класса существует определенная напряженность. Более подробно я потом еще буду рассказывать. То есть сейчас это кратко пробегусь. Следующая программа, это программа примирения, регулирования конфликтов между школьниками, учащимися. Либо можно использовать, опять же, если в дошкольном образовательном учреждении. Но опять здесь, повторюсь, тогда это делает педагог. Дети здесь привлекаются, если только в подготовительной большей группе, ну, минимум можно кого-то взять из старшей группы. Следующая, это восстановительная медиация. Что это такое? Это урегулирование конфликтов между педагогами и родителями, а также учащимися и педагогами. Следующая программа, это круг сообщества. Здесь урегулирование групповых конфликтов в классе или внутри группы родителей класса через обращение к нравственным ценностям, достижение договоренности и взаимной ответственности. Семейный совет. Здесь идет согласование позиций и интересов детей, родителей и педагогов по отношению к образовательному процессу. Большей включенности родителей и ответственному поведению детей. Обычно с привлечением специалистов территориальной службы примирения, если таковая и есть. Следующая, это программа по заглаживанию вреда. Здесь осуществляется вторичная профилактика и работа с ситуациями драк, краж, порчи имущества и тому подобное. В том числе по делам, которые переданы в суд и в комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав. Обычно осуществляется с привлечением специалистов также территориальная служба примирения. Школьно-родительский совет идет в формате круга. Это сложные многосторонние конфликты между всеми участниками образовательного процесса, когда конфликт, так или иначе, включены дети, родители, педагоги, администрация, органы управления образованием, средства массовой информации и так далее. С привлечением специалистов, опять же, территориальной службы примирения. Восстановительный подход к управлению дисциплиной в классе, в группе, для педагогов и классных руководителей. Восстановительный подход к управлению и развитию образовательной организации. Здесь для администрации и управленческо-педагогической команды образовательной организации с привлечением специалистов, опять же, территориальной службы примирения. Самой распространенной практикой является служба примирения «Восстановительная медиация». Что такое восстановительная медиация? Это процесс, в котором медиатор создает условия для восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения проблемы при необходимости о заглаживании причиненного вреда, возникших в результате конфликтных или криминальных ситуаций. Уже проговаривала, но напомню, медиатор – это нейтральная, беспристрастная, незаинтересованная в данном конфликте третья сторона, которая содействует примирению сторон или достижению определенных соглашений. Медиатор не исследует доказательства. Это не адвокат. И не дает оценку правомерности требований сторон. Его главная задача – обеспечить взаимопонимание между сторонами, выявить и помочь реализовать возможность решения проблемы на условиях, приемлемых для всех участников. В общении между собой стороны нередко проявляют максимальную сдержанность из опасения, что другая сторона воспользуется полученной информацией для приобретения переговорного преимущества. Это к вопросу, который был в начале. Почему не все хотят идти в восстановительную медиацию? Именно для этого и нужен медиатор, который в конфликте не участвует. Он владеет полной информацией, чем каждая из сторон в отдельности. И таким образом видит всю картину спора, что позволяет ему играть роль штурмана, вести стороны по процессу выработки решения и в конце концов направлять к совместно принимаемому ими соглашению. Понятие восстановительное указывает на важность восстановления человеческих отношений, на то, чтобы разрешение конфликта фокусировалось на восстановлении пострадавшего и обидчика, на их исцелении. Почему? Я проговариваю про то, что медиатор — это нейтральная сторона. Здесь важно объяснить четко суть всего этого процесса, потому что люди, не имея знаний, интерпретируют по-своему. И когда начинается это с более легких таких путей, давайте только еще единственное вопрос, и все-таки больше, наверное, в конце, потому что получается, что я скачками иду и могу где-то что-то забыть, то, что я должна была рассказать. Хорошо? И вы просто можете где-то суть не уловить. Но поскольку здесь уже начала проговаривать, знаете, когда человек не владеет информацией, у каждого свои убеждения. И если человек не владеет информацией, он ошибочно представляет себе этот процесс и как результат вопрос, нужно ли ему это или не нужно, потому что он видит это все в другом ключе. Медиатор — это нейтральная сторона, которая не принимает ни одну сторону, ни другую. Его главная задача — это наладить общение, потому что в результате конфликта что? У нас страдает в первую очередь, это общение. Мы вообще, в принципе-то, даже всем их, если проанализировать, мы мало общаемся друг с другом. Чаще мы что с вами? Каким образом? Даже в общении со своими детьми, в отношениях с своими близкими людьми. Мы указываем на то, что ты это сделал не так, ты это сделал не так. Но мы при этом не обращаем внимания на то, что человек что-то старался, что-то делал. Мы не проговариваем ему эти вещи. Но это уже не тема нашего вебинара. Итак, цель медиации заключается в поиске выхода из ситуации, а не в поиске виноватых. И вот в этом как раз-таки момент, что люди, которые не владеют этой информацией, они понимают это по-другому. И наша задача, если мы организуем службу медиации, то мы тогда должны донести, что это такое, как это должно быть, как это работает. И начинать с более легких моментов, чтобы люди видели ситуацию со стороны, и они уже начинали понимать, в чем заключается суть. И дальше уже переходим к более серьезным моментам, когда есть уже вот этот момент доверия и видение, что да, это работает. Так вот, в этом, пожалуй, как раз в том, что идет не поиск виноватых, и состоит главное отличие от арбитража, традиционного судебного разбирательства. В медиации характерны определенные условия, правила сведения, очередность действий, фаз. То есть это не то, что я пришла и как я захотела, так я это и провела. Есть четкий принцип построения. А, ну хорошо, если вы это знаете. А видео как? Вы понимаете, в чем дело? По поводу видео показать. Я не владею такой возможностью просто по какой причине. Люди должны дать согласие на все это. Я сейчас рассказываю, как это должно быть, но если вы, в принципе, знаете, то, может быть, вам и нет, конечно же, смысла слушать это все. Я рассказываю, наверное, больше все-таки тем участникам, слушателям, которые не владеют этой информацией, и им, возможно, это будет интересно. Мы прекрасно знаем, что есть закон о неразглашении, и если люди не дали свое согласие, а, как правило, никто не дает такое согласие, люди опасаются, поэтому, естественно, видео, они вообще даже не записываются, вообще запрещено проводить видеозапись. Поэтому я вам никак не могу это показать. Опять же, момент какой? Все это можно пройти. Если вы обучаетесь у Антона Коновалова, мы конкретно с ним, когда он нас обучал, создавали какую-то ситуацию, и у нас с вами сейчас одностороннее общение, поскольку все-таки мы с вами не можем общаться, общение за счет комментариев. Это не общение. Вы сами понимаете, что у нас никак не получится. Там мы конкретно на тренингах все это отрабатывали, все эти возможности. Но записи, они даже и не ведутся. Итак, дальше идем. Сбилась в смысле. Так, итак, есть определенная очередность действий фраз, и медиация основывается на следующих принципах. Они перед вами на экране. Это, первое, добровольность, участие сторон. Стороны участвуют во встречах добровольно, их принуждение к участию в какой-либо форме недоступно. Стороны прави отказаться от участия в медиации, как до ее начала, так и в ходе самой медиации. Следующий принцип – это конфиденциальность. Медиация носит конфиденциальный характер, о чем я вот сейчас вам и говорила. Медиатор и служба примирения обеспечивают конфиденциальность медиации и защиту от разглашения документов, касающихся процесса медиации. Ну, вот это я все озвучу. Просто, понимаете, в чем дело? Когда не прослушали весь вебинар полностью, то получается, что мы судим со своей колокольни. Это четко отработанная модель. И я сейчас расскажу, что, зачем идет. Поэтому, не прослушав эту информацию, конечно же, вопросы возникают. Исключением составляет информация, которая связана с возможной угрозой жизни, либо с возможностью совершения преступления. При выявлении этой информации медиатор, конечно же, ставит участников в известность, что данная информация будет разглашена. Медиатор передает информацию о результатах медиации в структуру, направившую дело на медиацию. Ну, поскольку я не имею возможности обучать, то я вам просто расскажу о том, что это, как это работает, да. Но для того, чтобы работать, вы должны получить документ. Соответственно, там вы и разыгрываете эти деловые игры, и я не имею права их также предъявлять. Итак, дальше. Следующее, о чем я хотела проговорить. Медиатор составляет отчеты для обсуждения кругу медиаторов и кураторов служб примирения. При публикации имена участников должны быть изменены. Следующий принцип – это равноправие сторон. Следующее – это нейтральность и беспристрастность медиатора. Медиатор в равной степени поддерживает стороны и их стремление в разрешение конфликта. Если медиатор чувствует, что он не может сохранять нейтральность, может быть, это одна сторона, его близкие какие-либо люди, он должен передать дело другому медиатору или прекратить вообще медиацию. Медиатор не может принимать от какой-либо из сторон вознаграждения, которые могут вызывать подозрения в поддержке одной из сторон. При этом надо учитывать, что стороны полностью контролируют процесс принятия решения по регулированию спора и условия его разрешения. Грамотное использование возможностей медиации позволит избавиться от большинства жалоб, вывести работу по профилактике на новый уровень, больше внимания уделять обучению, формировать новую культуру цивилизованных взаимоотношений в сложных жизненных ситуациях. Итак, как работает восстановительная медиация? Рекомендуется медиаторам работать в парах, это ко-медиаторы, их так называют, что позволяет больше увидеть во время общения с людьми, то есть два человека. И также позволяет обсудить ситуацию, собственную работу после проведенной программы и на супервизии. По возможности составка медиаторов, если это дети, то мальчик-девочка, либо взрослый ребенок и тому подобное, должен отражать состав участников конфликта. До проведения встречи медиаторам следует договориться о примерной стратегии, о каких-либо знаках для общения между собой и о том, кто на данной встрече будет основным медиатором, а кто будет помощником, и каким способом второй медиатор может включаться в разговор. Итак, каков же порядок работы медиатора в восстановительной медиации? Первый этап – это подготовительный. И здесь задача ведущего медиатора. Какие? Следующие. Получить информацию о случае, определить, подходит ли он по критериям для работы с использованием восстановительных программ. Критерии, по которым в случае может быть принята работу, следующее. Это стороны конфликта известны. В случаях, где есть обидчик и пострадавший, обидчик признает свою вину или как минимум свое участие в содеянном. Если дело разбирается в официальных органах, милиция, суд или комиссия по делам несовершеннолетних, защита их прав, выяснить, на какой стадии разбирательства находится дело и каковы юридические последствия успешного проведения программы. Следующее – это связаться со сторонами по телефону и договориться о проведении индивидуальной встречи. Если участниками конфликта являются несовершеннолетние, обидчик или пострадавшие, и данный случай рассматривается компетентными органами, медиатор обязательно связывается с законными представителями несовершеннолетнего. Ведущему, то есть медиатору, нередко приходится преодолевать стену подозрительности, непонимания, эмоционального напряжения, которое возникло из-за конфликта или криминальной ситуации, а также нередко из-за действий представителей государственных органов и учреждений, и предложить участникам конфликта восстановительный способ разрешения ситуации. В ходе проведения программы восстановительной медиации на протяжении всей работы медиатору необходимо также удерживать сквозные задачи. Их реализация помогает сторонам переключиться на будущее и построить конструктивный выход из сложившейся ситуации. И эти задачи таковы. Достижение и удержание контакта со сторонами. Создание условий для конструктивного выражения эмоций. Создание безопасной атмосферы во время работы. Создание условий для взаимопонимания. Следующий этап, второй этап – это встреча со стороной. Здесь несколько фаз. Итак, первая фаза – это создание основы для диалога со стороной. Задача заключается в том, чтобы представить себя и программу. Различные роли сторон в ситуации противоправного деяния и, соответственно, принципиальные различия ее последствий для правонарушителя и жертвы диктуют специфику предварительных встреч ведущего с каждым из них. В то же время должна быть выполнена одна из наиболее важных задач ведущего по отношению к сторонам. Это безопасная атмосфера во время работы. Встречаясь со сторонами, медиатор должен позаботиться об этом и четко уяснить для себя, как он будет представляться. То есть, кто он, какова его роль в деле. И то есть, это все лучше все прописать заранее. Кто он, какова его роль в деле. Дальше, роли, функции организации, которую он представляет, его взаимоотношения со сторонами и какой вариант представления может быть. Добрый день, меня зовут, представится. Я пришел по поводу ситуации, озвучивается. Информацию о ней нам передал. Называйте человека или организацию. Я ведущий программ восстановительной медиации, медиатор, называете организацию или службу, от которой вы работаете. Я не представляю ни одну из сторон. То есть, я не адвокат и не советчик. Наша организация, служба, помогает участникам конфликта организовать диалог друг с другом и самим найти выход из ситуации, из конфликта без применения насилия. Участие в наших программах добровольное, поэтому в конце разговора вы сами принимаете решение, будете ли вы в ней участвовать или нет. Наш разговор конфиденциален. То есть, я не буду разглашать никакую информацию, кроме вашего решения, участвовать или не участвовать в наших программах. Исключение составляет ситуация, если мне станет известно о готовящемся преступлении. В этом случае я буду обязан сообщить компетентные органы. Следующая, вторая фаза – это понимание ситуации. И здесь задача какая? Помочь обозначить различные аспекты конфликтной ситуации. Важность с точки зрения участников и принципов восстановительной медиации. Какие возможные здесь действия у медиатора будут? Извините, пожалуйста, долго, когда разговариваешь. Тяжело, достаточно нагрузка. Итак, какие возможные действия? Это обсуждение ситуации. Помочь человеку вопросами, переформулированием, уточнением и прочим, рассказать о том, что произошло. До ситуации, сейчас, после, о других участниках, о потерпевшем, о друзьях, о своих состояниях и чувствах, об отношении к произошедшему и его последствиям. Внимательно слушать и улавливать, что беспокоит человека. В случае необходимости помочь пережить сильные чувства. Обсудить ценности относительно различных способов реагирования на ситуацию. Рассказать о ценностях восстановительной медиации. Обсуждение последствий. Обсудить, каким последствиям привела ситуация или еще может привести, что человеку в этом не нравится. Если о последствиях уже упоминалось при обсуждении ситуации, то нужно резюмировать для того, чтобы перейти к поиску вариантов выхода. Следующая фаза, третья фаза, это поиск вариантов выхода. Задача этой фазы поддержать принятие стороной ответственности за восстановительный выход из ситуации. И какие вопросы могут обсуждаться. Какие выходы возможны из создавшейся ситуации. Каким последствиям эти выходы могут привести. Пытались ли сами разрешить ситуацию встретиться со второй стороной. Какие варианты заглаживания вреда. В случае возмещения ущерба родителями и других трат родителей обсудить, в чем конкретно будет вклад несовершеннолетнего в заглаживание вреда. В частности, как он будет возмещать тогда траты родителей. Если в ситуации участвовали несовершеннолетние, обсудить планы несовершеннолетних на будущее. Поддержку этих планов со стороны родителей и ближайшего социального окружения. Рассказать о встрече со второй стороной. Если она была, или о возможностях такой встречи. Обсудить встречу с другой стороной как возможный вариант действия, направленного на выход из ситуации. Подчеркнуть, что главными на встрече являются стороны, а медиатор обеспечивает конструктивность и безопасность. Предложить сформулировать, сформулировать уже все, голова моя. Предложить сформулировать перечень вопросов, которые сторона хочет обсуждать на встрече. То есть мы с вами формируем такую повестку дня проинформировать о юридических последствиях заключения примирительного соглашения. Если сторона не согласна на встречу, то можно выяснить причину такого несогласия. Можно предложить форму челночной медиации, а также другие программы восстановительного правосудия. круги или семейные конференции и так далее. В случае категорического несогласия на любые формы общения можно предложить не решать вопрос окончательно и оставить памятку и свои при этом еще координаты. Независимо от согласия на встречу обсудить, требуется ли помощь каких-либо специалистов. И если сторона согласна на встречу сторон, то тогда уже приступаем к четвертой фазе. Четвертая фаза это подготовка к встрече. Задача этой фазы прояснить суть предстоящей процедуры и поддержать принятие стороной своей роли на встрече. Какие могут быть возможные действия медиатора? Это рассказать о формате примирительной встречи, обсуждаемых вопросах, правилах, роли сторон, роли медиатора, законных представителей, возможности участия других лиц. сформировать на основе предыдущих этапов повестку дня встречи. При обсуждении правил встречи спросить, готовы ли участники их соблюдать, предложить внести дополнения, если они есть. Если со второй стороной еще не было индивидуальной встречи, то поясните ее право отказаться от участия в программе. Поясните свою роль медиатора на совместной встрече, ответственность за безопасность, координирование действий, поддержка диалога, подчеркнуть ответственность сторон за принятие решения, обсудить перечень участников будущей встречи, предпочтительно время и, конечно же, место встречи, а также поблагодарить за беседу, оставить контактный телефон и памятку о программе. Какие правила встречи? они тоже четко проработаны. Во-первых, не перебивать. У каждого есть возможность быть выслушанным до конца, не оскорблять, чтобы все чувствовали себя в безопасности. Конфиденциальность, не рассказывать окружающим, что происходило на встрече. Можно только результат или подписанный договор. Каждый участник может при необходимости предложить сделать перерыв, перенести продолжение встречи на другой день. И медиатор может поговорить с кем-то из участников наедине, а также участник с медиатором. Тоже такое возможно. Следующий этап это третий этап встречи сторон. Также имеет несколько фаз. Первая фаза это создание условий для диалога между сторонами. Как может действовать медиатор? Это заранее подготовить место для встречи сторон, поприветствовать участников, поблагодарить за то, что пришли, если необходимо, то познакомить участников друг с другом, объявить цель встречи, огласить правила и обозначить позицию медиатора. Также объявить основные пункты повестки дня. Дальше идет вторая фаза это организация диалога между сторонами. И задача этой фазы организовать взаимопонимание в процессе диалога. Каким образом здесь может работать медиатор? Предложить сторонам рассказать свою версию случившегося и его последствия. Предложить сторонам высказать свое отношение к услышанному. Поддержать диалог между сторонами по поводу ситуации и ее последствий. В ходе встречи необходимо трансформировать негативные высказывания так, чтобы это помогало конструктивному диалогу. И усиливать позитивные идеи и шаги по отношению друг к другу. Затем следует третья фаза это поддержка восстановительных действий на встрече и фиксация решения сторон. Задачи этой фазы следующие поддержать понимание и признание последствий конфликтной ситуации, поддержать извинения и прощения, инициировать поиск вариантов решений и анализ предложений, обсудить и зафиксировать взаимоприемлемые варианты разрешения ситуации, а также обсудить и принять механизм реализации решений. Затем вступает четвертая фаза это обсуждение будущего. Эта фаза нужна для того, чтобы поддержать проектирование будущего участников. Какие здесь могут быть вопросы для обсуждения? То есть вы даже можете их записать, потому что мы все четко конспектируем, составляем заранее вопросы, которые мы будем предъявлять участникам. что будешь делать, если попадешь в похожую ситуацию? Что нужно сделать, чтобы подобное не повторилось? Какую профессию или специальность хочешь получить и кто может поддержать тебя в этом? Чем будешь заниматься в свободное время, если желание заниматься в каком-либо кружке, секции или клубе? И кто может помочь этому осуществиться? Дальше, когда обсудили, у нас включается пятая фаза, это заключение соглашения. И задача этой фазы зафиксировать достигнутые результаты и договоренности. Медиатор на этой фазе фиксирует решение и четкий план их реализации. Обсуждается, что делать, если план не будет выполнен? Зафиксировать устное соглашение или письменный договор. Затем шестая фаза это рефлексия встречи. Здесь мы обсуждаем удовлетворены ли участники встречи, осталось ли что-то недоговоренное, спросить, что важного для себя они узнали в результате встречи. После встречи по возможности конечно же организовать чаепитие с рассказом сторон друг другу о себе, кто что любит, чем занимается, в чем чувствует свою успешность. Аналитическая беседа у нас с вами это следующий этап проходит где-то примерно через 2-3 недели. Задача этого этапа провести рефлексию результатов медиации, выяснить выполнено ли достигнутое соглашение, обсудить ценности восстановительного способа разрешения конфликтов и криминальных ситуаций. Какие могут быть вопросы для обсуждения? Как развиваются ваши отношения, как выполняется договор? Что важного для себя вы поняли в результате встречи? Рассказали ли вы про медиацию друзьям, знакомым, как они к этому отнеслись? Бывают ли у них ситуации, где нужен медиатор? Посоветовали бы вы обратиться к медиаторам? И так далее. Еще одной восстановительной программой является семейная конференция. Буквально уже времени мало, поэтому быстро пробегусь. Семейная конференция это программа, которая способствует активизации ресурсов семьи и ближайшего социального окружения для выработки самостоятельного решения по выходу из кризисной ситуации. И целью семейной конференции является создание условий. Наша служба уже работает пять лет и активно развивается. И мало того, что мы были первые вообще в нашем регионе, где появилась служба медиации, и на фоне этого у нас теперь в каждой школе была образована школьная служба медиации. То есть мы были первопроходцами и как следствие мы везде озвучивали конечно же наши результаты, поскольку это был проект всероссийского масштаба, мы выиграли грант, и мы конечно должны же были озвучивать результаты нашей работы, и на основе этих результатов администрация региона приняла такое решение, чтобы эти школьные службы медиации были образованы во всех образовательных учреждениях. Итак, целью семейной конференции является создание условий для мирного регулирования семейных споров и детско-родительских конфликтов с удовлетворением интересов конфликтующих сторон на условиях, которые выработаны самими сторонами. Семейная конференция проводится тогда, когда в проблемную ситуацию включена семья ребенка. Это конфликтные внутрисемейные отношения, угроза лишения родительских прав и прочее. На семейную конференцию приглашаются максимально широкий состав семьи. Родители, бабушки, дедушки, дяди, тети, братья, сестры и так далее. Другие значимые для семьи, конкретно для ребенка люди. было запланировано рассказать об этапах, но дело в том, что со временем очень все тяжело, уже мало времени у нас. Если вас интересует этот вопрос, то напишите, пожалуйста, в комментариях, мы тогда организуем еще один вебинар, чтобы рассказать уже и о семейных конференциях. Еще программа есть круг сообщества. Это способ регулирования конфликтов, когда члены определенного сообщества сами в своем кругу обсуждают и разрешают спорные или просто насущные вопросы. Круг может проводиться с разными целями. Для принятия совместного решения, для поддержки исцеления пострадавшего, когда не требуется решение по ситуациям правонарушения несовершеннолетних и прочее. В круге принимают участие только тем, кого так или иначе затронула проблема и кто готов прикладывать усилия для ее решения. И как раз таки круг сообщества очень хорошо проводить и в дошкольных образовательных учреждениях, но обращаю ваше внимание, что дети все-таки более старшего возраста. Также проводим мы конкретно я не в дошкольном образовательном учреждении работаю. Мы проводим наши организации также эти круги сообщества. Вебинар будет в записи на ютубе. Как организовать тоже было запланировано, но тоже мы не успеваем с вами более детально поговорить на эту тему. Какие этапы при работе с кругом сообщества. Я вам рассказала, ну да, много мы тут не успеваем, конечно. Я рассказала вам об основных программах, которые применяются при разрешении конфликтной ситуации. Кратко буквально получилось пробежать по другим программам. на самом деле вообще очень можно долго говорить об этом, но у есть временные рамки. Если интересно, то опять же проговариваю, напишите в комментарии, чтобы мы тогда могли запланировать вебинары и по другим программам восстановительным. И наш вебинар я хочу закончить словами Ричарда Коэна. важно построить правильные взаимоотношения между медиацией ровесников и дисциплинарной системой учреждения. Исключительно важно, чтобы школьное население воспринимало эти две совершенно разные функции школы как обособленные категории. Медиация ровесников проводится школьниками и служит их интересам. Почему важно включать школьников, если речь идет о школе? Дисциплинарная система как бы она не заботилась о школьниках, в первую очередь представляет и защищает интересы школы. Власть над подростком это ключевой момент современной школы. Медиация же предлагает повысить у подростков чувство хозяина в своей школе. Спасибо за внимание. Спасибо, да, все, тогда будем планировать. Да, в записи будет наш вебинар, вы сможете на нашем канале в YouTube посмотреть, потому что вот эти фразы, которые я озвучила, они обязательно мы заранее с вами продумываем, что мы будем говорить, какие вопросы мы будем задавать, эти вопросы мы все прописываем, потому что все-таки медиатор здесь не психолог, может быть ошибочно мнение, что медиатор должен быть психологом, но повторюсь, что медиатор это нейтральная сторона, он и не за одну сторону, и за другую, и здесь важно сделать так, чтобы участники друг друга поняли, поэтому это абсолютно не психологический тренинг, вот эту разницу нужно почувствовать. Спасибо еще раз за внимание. Спасибо.